Первый раз мы вызывали мастеров на дом, было супер лёгко и стрёмно, просто максимально. Всем привет, меня зовут Лиса, и сегодня вместе с моей подругой Лианой мы решили проверить визажиста с Авито. Это видео снималось очень давно, если вы давно смотрите мой канал, наверняка вы уже видели тот маникюр, который будет у Лианы и который будет у меня, но это просто небольшой маленький вам факт, чтобы вы знали, что видео было снято очень давно, поэтому не удивляйтесь, почему у нас старый маникюр нет, он до сих пор с января месяца не держится. Короче, это был полный пипец, я буду рассказывать вам по ходу видео, что у нас происходило, но пока начнём с того, что сейчас я еду к Лиане, мы вызвали мастеров к ней на дом и, собственно, посмотрим, что же будет. Мастеров в этот раз мы распределяли очень просто, просто так к Лиане мастеру пришёл в этот раз раньше, то, соответственно, тот, кто первый пришёл, тот её обслуживал, а тот, кто придёт второй, тот, соответственно, будет работать со мной. Кстати, в этот раз мы будем делать вот такой вот макияж, это монокрасный макияж и посмотрим, кто из мастеров справится лучше, который будет у Лианы или который будет у меня. Когда я приехала, Лиану уже вовсю красили, ей наносили какой-то крем, потом наносили базу для лица. Да, в целом всё выглядело достаточно чильно, и девчонка, которая пришла к ней делать визаж, мне тоже очень понравилась, она была прям милая, и в целом как-то всё очень хорошо началось. Но тут ключевое слово было именно в том, что началось, потому что когда я сидела и смотрела, как красит Лиана, у меня в целом возникло сразу же очень много вопросов на тему того, собственно, а что ей делают. Ей покрывали глаза какой-то очень странной штукой, похожей на обычный карандаш. Я, конечно, прекрасно понимаю, что вряд ли это могло быть именно так, но вы же тоже это видите. Что с этим карандашом не так? Что здесь ещё происходит? Я ничего не комментирую, я нормальный адекватный клиент, просто подгляд, если вдруг что-то заметил. Лиана всё это время смотрела свой телефон и снимала это, и по её лицу я сразу поняла, что она немного не понимает, она не коре вообще здесь троворится. Ну, сам цвет, он, мне кажется, розовый, а не красный, нет? Красный. Красный? Да. Мне кажется, это розовый. Розовый или красный? Он кирпичный. Красноватый он. Не-не-не, я не спорю, что у него есть, конечно, оттенки красного, но это не для меня. Ну, красный, наверное. Я тебя просто на карандаш делала, как раз таки. Обязательно на карандаш. Я не знаю, у меня уж, может, телефон не так отображает, давайте я в зеркало гляну. Ну, тут, мне кажется, тоже розовый. Ну, в плане он такой светлый, не ярко-красный. А потом пришла мой мастер, и мне очень понравилось то, что у него было супер много кистей, что у него было очень много косметик и самые разные. Там, в принципе, было много-много всего. Ну, пахнет. Вот, криво, конечно. Блин, ребят, еще небольшой маленький офф-топ. Короче, я совсем забыла вам сказать, что сегодня, 3-го числа, наконец-то вышел мой гайд, который не гайд, который поможет вам научиться классно краситься, который, если вы не очень хорошо разбираетесь в косметике и хотите сделать реально клевый, креативный макияж, как это делаю я, если вы не хотите сухих обвисений от визажистов, если вы не хотите эти дурацкие техники, которые уже устарели, и если вы хотите просто научиться чильно краситься для себя в обычной жизни и делать прикольные фоточки и классные образы, то сегодня вышел мой гайд, не гайд, это будет огромный курс. Короче, все это по ссылке в описании, но вот в основном в чем поинт. Это доступно будет только 3-го и 4-го числа на продажу. Все. Потом, мой гайд, нельзя будет купить никак, потому что количество мест, которые, ну, там есть, они очень сильно ограничены, и большее количество людей просто не подтянет, потому что у нас очень много приколюх в этом гайде, в том числе чат по городам, чат со мной, чат с людьми, которые тоже будут помогать вам учиться делать макияж. Короче, там очень много приколдесов, посмотрите, почитайте, вот, и имейте в виду, что его можно будет купить только сегодня или завтра. Ну, а если вы смотрите это видео числа 10-го, то, сори, только на 2 дня было рассчитано. Поэтому надо было подписываться на мой инстаграм, следить там за всеми обновлениями, если вы не успели. Вот вы что не подписываетесь? Что это такое? Когда я села краситься, я обратила внимание на то, что мой визажист, она очень мало разговаривала, прям, знаете, вот, супер мало. Она была очень сдержанная. Единственное, что она спрашивала, это вопросы, которые касались непосредственно моего макияжа, и мне это сразу безумно сильно понравилось, потому что, вы знаете, иногда бывает, что человек не хочет идти на контакт, а здесь человек абсолютно нормально с тобой общался, но задавала вопросы только исключительно по работе, как бы не отвлекалась. Мне это прям очень сильно зашло, потому что она быстро разложилась, быстро все стала делать, и то, что я потом увидела, это просто было великолепно, потому что я первый раз увидела аджастеры. Я первый раз видела, чтобы визажист использовал аджастеры. Аджастеры это такие штучки, которые, ну, типа, намешиваешь, чтобы подобрать идеальный тон под себя. Обычному человеку они, как правило, не нужны, но визажисту я считаю, что такие вещи просто, ну, очень необходимы, но даже в супер-мега-дорогих салонах таких штук я не видела. Поэтому моя девчуля, она просто сначала покорила мое сердечко. А что быть дальше? Узнаем дальше. Краски смешиваешь. Вау, как клево. Аджастеры. Всем надо посмотреть, всем заинтересовали аджастеры. А я так понимаю, у вас тут разные фигменты, вы можете сделать и более желтый тон, да, и более розовый, и более темный. Да, оливковый, розовый, серый. Ого. Просто класс. В первый раз слышала аджастер. Когда она пришла, она сразу первым делом нанесла мне на лицо крем, потом стала раскладывать свои вещи, и в момент, когда она все разложилась, когда она мешала мне тон, уже крем впитался, поэтому мастер сразу начал наносить мне тонак, и вообще, ну, я просто на удивление слишком довольна все еще. Аджастер реально класс. Я прям класс. С бровями мы решили ничего не делать, просто уложить их прозрачным гелем. Но сейчас я смотрю на макияж, и мне, опять же, хочется от бровей какой-то большей заполненности и графичности, потому что они кажутся просто незавершенными. Но мы в целом вместе приняли это решение с мастером, поэтому это никакая не проблема макияжа. Но вот сейчас я смотрю и понимаю, что лучше было заполнить брови, потому что смотрится как-то незавершенно. О, прикольно. Консилер под глазами смотрится просто ужасно. Он весь забился в складочки, как будто бы... Как будто покраснее стало. Может быть, из-за того, что фон... Фон, вернее, тон, а не фон. Ну и тон, и... Со стороны выглядит грустно. Кажется, у Лианы дело не очень. Ну, да, хайлайтер класс. По каждой детали моего макияжа визажистка спрашивала, как я отношусь к той или иной технике. Как мне хайлайтер и т.п. Пришла посмотреть, ну, кожа выглядит прям класс. Мне очень нравится. И хайлайтер достаточно нежный. Несмотря на то, что они так много, то прям, по-моему, очень-очень красиво. Вообще очень круто. Мне нравится. Как брови такие любят? Брови я не люблю суперграфичные, поэтому если мы просто их немножечко уложим и зачешем, это прям будет вот то, что надо. Ну, просто можно делим. И немного вот здесь вот в конце дорисовать, потому что я их себе выдрала, мне нужно было для того образа. Повыше головы? Угу. Губы в этом макияже красные. Мы рисовали карандашом, и когда рисуют карандашом, я предполагаю, что должен быть идеальный четкий контур и полностью заполненные губы. Глядываешь. Знаешь почему? Потому что мне хайлайтер нравится. Ага, понятно. Я делала до этого, я снесла, да? Да, считаю, что все классно. У меня прямо с бровями. Мне кажется, первый раз, когда мне кто-то накрасил брови, кто не я, и выглядит очень здорово. Я прям очень рада, честно. Корректируем, да, немного? Да. Что они прям такие четенькие были. Класс. Закрываю? Прямо. Окей. Контур прорисован абсолютно нечетко, губы заполнены не полностью, то есть цвет неоднородный, ну и выглядит работа очень недоделанно, как будто бы, что касается конкретно губ. Чисто как из песни, если хочешь моргать, моргать, моргать. Длиннохвостая кошка, также маркай, млекопитающее семейство кошачьих, обитающее во влажных густых, вечно зеленых лесах Южной и Центральной Америки вплоть до Мексики. Ладно, забейте. Маргай. Что там, Андрей? Ну, блядка клевая. Столько оранжевых, разных розовых оттенков. Да. Что там вообще такое? Я не видела. Хорошая? Да. По поводу бюджета, но у меня лично вообще с этим никаких вопросов нет, потому что я сама больше всего люблю колорпоп, он как бы 12 долларов за палетку, это, понятно, не самая дорогая цена. Я сколько ни пробую, разные другие-дорогие палетки, типа Нарвину покупала недавно, потому что все что-то их хвалят, думаю, надо купить. Потратила 6 или 7 тысяч, не знаю, сколько стоит эта фигня, но, блин, сирена колорпоп лучше. А у какого цвета покупали Нарвину? А у меня оранжевая и сиреневая. О, сиреневая, чем? Я понимаю, что многие люди, конечно, боятся лишний раз в нижний век что-то делать, потому что сразу такой макияж тяжелый, ну, им кажется. Очень важно. Угу. Ого, мы же стрелку нарисовали одну. Что ты опять подглядываешь? Ну, блин, ну хочется меня подглядывать. Со стрелками, конечно, полная беда, мы их рисовали, стирали, заново рисовали, перерисовывали, но одинаковыми, симметричными они так и не получились. Ну, они не должны быть симметричными, но глаза при этом должны смотреться одинаково со стрелками. Так, ты ее подняла, и тебе, мне кажется, они разные, потому что вот у этого глаза отсюда начнется стрелка, а вот у этого должна, по идее, вот отсюда, она начинается выше, из-за этого у них сильно разная форма. Почему же выше? Сейчас покажу. Смотри. Блин, просто ты свет немножко закрываешь, я не могу тебе объяснить. Вот это начинается из уголка глаза, идет наверх. А вот это начинается выше уголка глаза, потому что мы снизу потерли. То есть ее, воборот, не знаю, может, надо сверху. Вот видишь, тут уголок такой тык-тык. Вот он тык-тык. Нет, сверху это все понятно, потому что, ну, как бы, я тебе специально сделала, чтобы при открытом глазе, то есть я тоже все рисую. Я поняла. Ну вот тут вот, она, видишь, идет... Снизу, да, сейчас еще чуть-чуть. Снизу уголка глаза. Серьезно? Тряпочкой? Тряпочкой? Мне все нравится, то есть я не вижу никаких вопросов. Даша, глянь, нормально? Почему? Нормально? Блин, у меня такое ощущение, как будто я сама себе макияж делаю. Мне очень понравилось, что мы постоянно задавали дополнительные вопросы на тему макияжа и моего видения. Так, например, когда мы начали красить нижнее веко, мастер у меня спросил, хочешь ли ты, чтобы я накрасила тебе нижнее веко, если хочешь, насколько ты хочешь, чтобы оно было яркое, и стала говорить, что просто не все люди любят, когда им красить нижнее веко, и поэтому все зависит исключительно от моего выбора. Это прям класс. Стрелки, я думаю, долго. А почему думаете, нам долго? Там вроде маленькая стрелочка или... Очень интересно, конечно. Надеюсь, что все получится и будет хорошо. Так, давайте, что я делаю? Угу. Наверх куда там? Потому что знаю, процесс важен. Как просто. Хорошо. Мне очень понравилось то, что моя девочка постоянно, типа, ну, рассказывала какие-то прикольные моменты, там, про стрелки спрашивала, и про губы спрашивала, а вам так комфортно, а вам так нравится, когда мы красили нижнее веко. А она мне говорит, типа, улыбнись и смотри наверх, потому что тогда у тебя анатомически покажется вот это вот строение, куда нужно тянуть эту шовку на нижнем веке, чтобы было все классно. То есть в целом, я прям реально, ну, вот, очень довольна. Так, а вы говорили потемнее сделать? Ну, если нужно, можно. Мне кажется, нормально, даже если уж на камере она достаточно выглядит черным, то можно даже и не вариться. Не, мне кажется, потемно тебе норм. Ну, это гельный карандаш, фиксируется он. Не, нормально, нормально. Наверное, вот этот вот уголок, который вот здесь вот, вот туда вот свела, чтобы они такие менее ретро были. Ну, что ж, не так страшно и оказалось. Я думала, будет это реально прям стрёмно. Нет, класс. А в начало... А у меня, по-моему, в начало есть. Немножко делать. Сделаем? Да, классно. Ну, стрёмно. А для меня, допустим, самое такое, пожалуй. Я как хайлайтер, только она более пигментированная. Да, мне кажется, очень хорошо. Лиана, ну что ты? Это ж полная жесть. Ты чего? Это ж прям вот совсем плохо. Ещё или достаточно, смотри. Слушай, хороший вопрос. Ну, давай достаточно, но можете, что мы потом добавим. Да, но она прям очень хорошо вписалась, идеально. Такие красивые реснички. Как будто бы вы обстригли много-много женщин. Разлучало это так себе. А что тебе не нравится? Стридь женщин или ресниц? Я, не знаю, не то ни другое, не трогать. Классный маникюр. Спасибо, это я сама сделала. Покажи маникюр. Очень классный. А чёрный как? Просох нормально? Блин, на самом деле, нормально просох. Сделала сама маникюр, это креативная задумка. Мне очень нравится, кажется, мне здорово. Нормально, да? А ещё очень привлекает внимание. Зачем делать такие ногти, как у Лианы? Если можно сделать такие, это будет ещё больше внимания. Согласитесь. На что вы скорее посмотрите? На это и на это? На 100% на это. 100% на это. У кого сломался ноготь, ба-бам, маникюр за 13 тысяч, ноготочек там полетел. И я видела, как мизажист очень сильно начинает переживать, когда рисовать стрелки, потому что, ну, хоть Лиана и говорит, у меня норм века, но я-то знаю. Покажи мне, если закрыл глаз. Вот такие вот стрелочки в целом у меня получились. Понятное дело, что сама себе я рисую гораздо лучше за них, но в целом тоже очень хорошо. В целом мы подошли уже к финишной прямой, поэтому сейчас уже заканчиваем макияж. Осталось только наклеить ресницы, что мне тоже понравилось. Мне спросили, а какие конкретно ресницы ты хочешь? На ленточке или пучками? Ли, они тоже наклеили ресницы? Угу, так стало намного лучше. Вот тут. Как будто бы я просто плохо вижу из-за чёрных. Я поэтому спрашиваю, просто сверху мне не особо видно. Она у меня осталась в руке. Сейчас новую сделаю. Бывает, когда клей не пресыхает. Угу. Такой странный эффект, с вами получилась двойная стрелка из-за того, что ресницы тут, а стрелочка тут. Так, смотри на меня. А ты видишь, да, что у тебя всё очень сильно заляпано тонаком? Где? Телефон, камера. Ты пока просто проверила? Можно моргать? Понял. Как губы дырать? Ну, так вот. Ну, так вот. Так, по размеру выходим за контур? Не, не надо. Оставляем как есть. Не люблю, когда за контур ходишь. Даже вот тут вот белая, которая... Ну что ж, мы находимся на финишной прямой сейчас. Мне уже доделывают губы. Макияж Лианы уже сделали. Она уже рассчиталась. Кстати, её макияж обошёлся в тысячу рублей. Интересно, сколько посчитают меня. В принципе, сейчас мне заполняют губы контуром. Пока что всё абсолютно нормально. Девочка всё делает, несмотря на то, что быстро, но крайне аккуратно. И за это ей прям максимальный респект. Кстати, стоит отметить, о чём я вам раньше не сказала, это то, что у нас изначально было ограничение во времени. Поэтому многие вещи, ну, они бы физически не успели сделать, потому что, ну, вот так. Что ж. Тогда всё у нас получается? Да. Окей, супер, спасибо большое. Сейчас мы с вами посчитаемся. Скажите, сколько? Куда? Как вам целый? В целом мне всё нравится очень. Я прям максимально довольна. Реально, мне очень нравится. Короче, касательно впечатлений. Наверное, это первый макияж, который мне реально норм. То есть, я понимаю, что он выглядит странно, я бы его сделала иначе. Но как бы вопрос сейчас не про странный и не про иначе, а про то, что он объективно сделан хорошо. Здесь абсолютно нормальный выглядят брови. Здесь мой цвет кожи. Но в плане тон правильно подобранный. Хайлайтер, который, как бы, ну, тоже... Он есть, но при этом он не бесячий блестит. Короче, в целом у меня вообще претензий нет даже к стрелкам, хотя стрелки это сложная история. Ну, вот эта стрелка, ну, как будто не супер ровная. Вот эта. Но выглядит при этом нормально. Хотя она... Контр губы вообще всё ок. На камере, конечно, вот так выглядит хорошо. Вот так. Но это просто ещё ракурс, волосы и так далее. Блин. Тебе нравится. Мне нравится, как у тебя красные оттенки. Да, выглядит клёво. Мне нравится. Сейчас с этими волосами я как будто вампир упыр. Да. Кровосися. Как ты любишь. Ребята, кровосися сегодня. Записывайтесь в очередь. Господи. Я первая, если что. У меня больше вопросов к своему макияжу, чем к твоему макияжу. Это, по-моему, первый раз, да, когда... А, нет, ладно, у меня ещё, когда мой креативный макияж был, когда анимешный и так далее, типа, тоже было хорошо. Даже вот отсюда видно, что у тебя сильно лучший макияж. То есть, как бы, вот, посмотри в камеру, и прям вот видно сильно, что у тебя, во-первых, ярче, краснее. Мой макияж стоил полторы тысячи рублей, макияж лист стоил тысячу рублей. Это был лучший макияж, считаю, который мне сделали. Девочка просто класс. Мне не нравится, что у меня вот здесь сильно скатанный консилер. Видишь? Да. У нас его много под этим глазом, под этим всё, как будто бы нормально. У меня совсем не так красно, и у меня нижняя не такая красная часть. У меня нигде нет хайлайтера, кроме уголка. Ну и чуть-чуть вот тут. Мне кажется, что у тебя вот здесь хайлайтер. Я не знаю почему, но на видео кажется, что он вот здесь. У меня хайлайтер вот здесь. Нет хайлайтера вот здесь. Нет хайлайтера над губой. У меня довольно не такие графичные губы, как хотелось бы. Хотя вот с этим вот контур более-менее меня вообще всё устраивает по контуру. Хотя лицо вот сейчас у меня выглядит очень супер белым. Прям на максималках выбеленное. Да, в жизни на самом деле не так. Ты просто, видимо, под лампой, поэтому, ребят, кажется, что лицо очень белое, но по факту оно выглядит, ну, не так. Да, в жизни лицо выглядит получше, не таким белым. Ну, ещё мне проверяли тоннамика на руке. Да, хотя правильно по шее. Я уже такая, типа, а я уже знаю. Немножко слизи снимаешь. Что такое? За косарь это просто шло. Ну, в Неверсане были за 15 сделали. За 15 сделали. Нокоть, который у меня сломался. Здравствуйте. Ребята, маникюр за 15 тысяч. У меня, кстати, тоже. А, подожди. Извините, ребята, это от прошлого видео, но вы должны это знать. Помните, вот мы делали маникюр вот этот вот, который, типа, вот Ильяне сделали так? Ну, заплатили 15 тысяч со скандалом воем и полицией. А мне, короче, сделали то же самое в том же салоне. И у меня было наращивание. Как вы думаете, почему на этих четырёх пальцах нет ногтей? Потому что я долбанутая, я их сорвала. Потому что они отвалились. Серьёзно? Все четыре? Четыре ногтя начали вот так вот отслаиваться, или я не знаю, как называется. То есть от наращивания. Какая жесть. Ну, и я их просто, типа, пилкой вот так вот подпилила, и они все отвалились. Я слышала только про один, ты мне рассказывала. Ну, это просто неделя назад было. Какая жесть. Три недели прошло. Три недели прошло. А первый сломался вроде много раньше, нет? Ну, первый у меня чуть ли не сразу сломался. Как раз-таки то с бабочкой, по-моему, или какой-то самый дурацкий, вот он прям сразу ушёл. Такая я нарядная. Супер! Теперь мы едем в другой салон. Да, в другой тоже очень распиарили. Маникюр. Подписывайтесь на канал, на инстаграмы, на наши. Я не знаю, почему я бью. Ладно, поехали мы, короче, делать маникюр. Прощаюсь, наконец-таки, с этим, чтобы снова с ним поздороваться. Пока. Ух, пока.